Всем привет! С вами Марина Панкова и в этом видео мы худеем. На днях я ходила на тренировку и решила поделиться с вами. Сразу скажу, что я не профессионал, поэтому не повторяйте за мной. Могут быть ошибки в технике. Хотя я занималась тренером несколько лет и стараюсь все делать правильно. Тренировки я составляю сейчас сама. Это тренировка на низ. Я исключила тяжелые веса и работаю со своим телом или с небольшими весами. Сейчас задача убрать жир и похудеть в объемах. Итак, начнем. А начинаю я всегда с разминки. Здесь она не показана. Не знаю, почему я ее не записала, но как-нибудь обязательно запишу. Она у меня коротенькая, буквально на 3-5 минут, но делаю ее всегда. Итак, приступим к упражнению. Первое упражнение это гиперэкстензия. Ее я делаю с прямой спиной. Здесь она указана без веса, но обычно делаю с блином 5 килограммов. Выполняю это упражнение 12 раз. Далее следует джим платформы ногами. Максимальный вес здесь 30 килограммов, не считая платформы. Здесь все просто. Главное не сгибать колени полностью. И при сгибании коленей не должны смотреть вовнутрь. По количеству также 12 раз. Кстати говоря, как-то я делала это упражнение. Решила посмотреть на что я способна. И максимальный мой вес составил 150 килограммов, не считая самой платформы. На очереди разведение сведения ног. Тут я ориентируюсь по кубикам на тренажере, так как не везде указан вес. Я как-то пыталась рассчитать, что-то посчитать, но у меня не получилось. Поэтому сведение делаю на одну плитку меньше 43 килограммов, а разведение на 4 кубика ниже 43 килограммов. Да-да, вот так и ориентируюсь. Раньше я сидела плотно прижавшись к спинке, но тут насмотрелось видео на ютубе, что делают немного наклонившись вперед. И сейчас решила попробовать. Нагрузка больше и так сложнее. Надеюсь, что и эффективнее. По количеству также 12 раз. Ну и последнее упражнение – это лёжа на заднюю поверхность бедра. Вес тут 20-27 килограммов. В принципе, больше про него нечего сказать. Сделала 12 раз. Лежала, кайфовала, поднимала ноги. Всего сделала я 5 подходов. Тренировка закончена. Сейчас я переодеваюсь и бегу в бассейн. У меня чай от бассейна, хамама и всяких таких приколюх. Ну и дополнительное наслаждение моего фитнес-клуба – это наличие бассейна. Хамама, сауны, солевой пещеры и купели. Пока никого не было, решила вам показать. Сразу стоит детский бассейн. За ним купель. Её я ещё покажу дальше. Ну и, конечно, сам бассейн. Две дорожки, 25 метров длина, температура воды 28-29 градусов. Стараюсь после каждой тренировки тут бывать. И ещё плавать минут 20-40. Когда нет народа, то это потрясающе. Но стоит появиться 2-3 человека и уже становится некомфортно. Когда я иду в хамам и лежу там. В этот раз мне повезло. И тут никого так же не было. Но не стала снимать из-за высокой влажности. Поэтому телефон оставила снаружи, а сама получала кайфуши. Ну а потом обязательно окунуться в купель. С первого раза не получилось до конца окунуться, так как очень холодно. Но потом подумала, я что, слабак что ли? И окунулась полностью ещё раз. И довольная пошла в солевую пещеру. Тут комфортная температура, тихо, спокойно. Как-то моя фитнес-подружка тут уснула и проспала минут 40. Ну что, поплавала, погрелась. Теперь идём в душ. Берём вещи и заключительный этап – это поход в солярий. В него я хожу 1-2 раза в неделю, не больше. И максимум на 5-6 минут. Тут лампы меняют часто. И этого времени не хватает, чтобы загореть. Кстати, впервые вижу, чтобы солярий разговаривал и желал хорошего дня. Ну и теперь точно всё. Идём домой, завтракать и работать. Кстати, мой фитнес-клуб круглосуточный. Поэтому я прихожу сюда к 5 утра, а просыпаюсь в 4.20. И да, народ тоже там бывает в это время. Но мне так удобнее. С 5 до 6 я занимаюсь в зале, а с 6 до 7 провожу время в бассейне, солярии и так далее. Добираюсь сюда и домой, соответственно, на такси. Так как зал находится далековато от меня. Пешком не дойдёшь. Но ради него можно и покататься. Ну а я буду заканчивать. Надеюсь, моё утро вам понравилось. Постараюсь снять ещё что-нибудь интересное и полезное. Желаю всем прекрасного дня и отличного настроения. До встречи в новом видео.